и всем привет меня зовут рицу сегодня мы поиграем с вами в игрушку под названием плоть кровь и бетон на фоне старой депрессивной советской панельки как я понимаю это здание стоит главном меню собственно игра я так понимаю тоже проходит как раз таки в советском союзе учитывая и смотря на некоторые скриншоты этой игры что ж на самом деле про нее очень мало известно что из описания по крайней мере там написано то что нам нужно исследовать здание но я-то видел пару пару пять шесть скриншотов где можно было на улице ходить но в принципе кроме этого я мало на самом деле что знаю про эту игру вроде как она относительно известная игра игра относительно так что я думаю как возможно про нее слышал по крайней мере я ее не раз уже видел пока искал в принципе что поиграть натыкался несколько раз на нее вот ну а перед началом игры я всем напоминаю о том что в описании есть много полезных ссылок таких как социальные сети мы также можно поддержать материально через донат что очень благодарен им принципе можем мы начинать потихоньку извиняюсь много за горло возможно немного кричить кричить возможно буду ну да ладно мы справимся мы справимся мой череп глухо пульсирует мир за окном моей машины исчез вместо него там непроницаемая белизна покрытый снегом этот город становится взаимозаменяемым с городом из моего детства однопразные здания превращаются в массу белых квадратов я выросла в нескольких тысячах километров отсюда но во мгле формы становятся похожими на дворы и парковки моих самых ранних воспоминаний эти улицы чужды и близки это также теплое как и жутко и мою голову как будто раздавливает я не сознавала насколько я устала и не чувствую своих рук только глухую боль и кусачий ветер не кусайся ветер не кусайся больше не в состоянии держать руль и отпускаю с последними каплями бензина наш машина скрывается с дороги срывается с дороги монолиты возвышаются из тумана каждый ориентир не узнаваем мои глаза хотят закрыться я хочу держать их открытыми тошнота карабкается из моего желудка оседает горле я хочу выбривать свою душу может не надо открыть окно 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 как много выборов даже не знаю куда тыкнуть допустим давайте в 3 3 окно откроем моя рука игнорирует мой бегущий разум я вяла лежит на руле я не хочу умирать еще нет я боюсь никто не хочет умирать и я я тоже это же не хочу только начал играть не надо мне умирать подождите рановато еще опа все я родился я заспавнился советском союзе кайф как будто это было вчера как будто это все было вчера так пацаны кит сидят смотрите это мы девочка главная героиня фига я забросила конечно что делаете фу почему ты пытаешься мы заговорить пипят за что за что как я чуть никак не так выгляжу что ли роз розовые волосы из-за этого оставь меня в покое школьники мы тут лепим снеговичков будет тут там нечем лучше заняться чем лепить снеговичков быть такие крутые отстанет нас мужик какой-то там че он там кидает чем мужик или че-то он типа спину на спина вроде стоит снежки кидает просто не даже не снежки а просто снег кидает опа не понял все 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 там что-то лежит а это не девочка стопы девочкой лет вроде главной героиней была женщиной тогда сваливание тебя сюда не звал ли фига что то есть этот это ты говоришь или тот пацан который там вот снег кидает блин у тебя же занятия просто бомбы снег кидать фу почему так меня смотрят серьезно что с тобой не так уйди ох уж эти школьники там труп лежит там труп лежит ребята ребята там труп лежит я просыпаюсь колющим холодным значит я все еще жива дверь заледенела блин дам недавно я уже играл как вы знаете в игру где там как раз таки тоже леденящий холод был опять блин весна на улице когда уже блин когда уже весна наступит постоянно холод везде даже в моей игре блин холод интерес отдохнусь ли я в этой машине на неважно так вернулись нифига у нас нифига у нас тачка бы всю жизнь такое мечтал моя любимая машина лада так ну но теперь теперь больше похоже на женщину конечно так мы вернулись по моему обратно никуда мы особо не уходили не уезжали точнее с советского союза ничего ничего не меняется времена идут когда идут ничего не меняется среди мертвых панельных домов пустых улиц сидит молодая девушка методично лепящая снеговика с глазами из рябины и носом из шишки пионерша пионерша смотрите ее сильный средоточный взгляд заставляет меня сомневаться стоит ли мне ее звать похоже что она меня совсем не замечает ну пусть пусть кайфует пусть снеговика лепит что еще пионерам чем еще пионерам заниматься принципе правильно правильно нет уроки учить там конечно выйдем ночи снеговика лепить первое что я замечаю это ее руки уже красные от мороза голые наверное больно так лепите снега второе что замечаю это то что и школьная форма на несколько декад устаревшие кроме того просто не подходит для середины метель а все-таки гость из прошлого видимо гость из прошлого навелся к нам в разум или на самом деле он появился там хотя хотя я не знаю учитывая все эти игры мне кажется это галлюцинации блин как с учетом того как граф игра принципе начиналась убежала куда-то стой погоди почему ты бежишь черт интерес почему она не так испугалась это подходящий вопрос конечно мне кажется там цвет горит в окне на ночь идти надо за ней что ли я бы я боюсь всякими пионершами знаете 1024 ходить обычно это блин ничего хорошего не сулит на самом деле домофон забирающий дверь полностью разбит это здание должно быть заброшено да ну не знаю на самом деле у меня секрет не секрет как снисти секрет открываю я тайну у меня домофон тоже не работа у меня еще дверь открыта в подъезд почтовые ящики не так плохо сохранились где мы еще находимся то есть тебя вообще не смущает то что здесь происходит пионерша блин заброшены здания я бы ждала что вандалы полностью обчистили это место я вандал блин жан-клод вандал лестничная клетка пока что не зачем идти в глубже в здание не ну выглядит тут конечно все прям кайф черт тут пыльная кажется знание заброшено не хочу случайно ворваться в чудо квартирую так мы отсюда пришли нет нифига тут блин и дальше что такое так это общая какая-то или что почему здесь просто в дверь не открывается похоже замок сломан смысле как я зашел цены зеркало расколота настолько что едва узнай свой лицо ски а слава богу вода в они прозрачные комнаты температуры окном из этой средней комнаты сломано если надо возможно я смогу против на через него параллель следующую комнату у меня выбора нет у меня выбора нет я это хаваю так девочка пионерша перед мной стоит та же девочка что и снаружи теперь на пристально сконцентрировалась на кастрюле перед ней тонкие струйки пару скользают из-под крышки шум от меня перелезавший через окно даже не потревожил ее так мы чё пусть кайфует я чего пожрать есть у вас смотрю там у вас заготовки там на холодильнике статова нога огурчики там помидорчики о нормально вот прям как советском связи прям как у меня дома можно мне баночку огурчиков нет совсем не хорошо упс привет не хочу как вы сюда попали я ничего не краду моей машины закончился бензин я ищу заправку заправка у нас тут нет ничего подобного твои родители дома могу поговорить с ними я могу с ним поговорить взаимодействие объектами на enter или пробел пробу включить плиту мне кажется родители у тебя немножко не в том месте знаете по закону жанра особенно учитывая название то что мы или самом начале с трупом на улице мне кажется родители вполне себе возможно находится в этой кастрюле как раз таки поэтому далеко ходить не надо когда я была моложе я обожгла руку на такой же плите дура стоило бы клей клеймить себя чем-нибудь покруче некоторый век то можно собрать пробу взять чеснок слева от двери затем проверить свой интернет скейп а может заготовочку мне закруточку мне можно взять пожалуйста закруточку некоторые предметы откроют и дополнительный диалог и комнаты интересно предметы банка чтобы набрать бензин или чего-либо еще мой единственный билет из этого места как жаль что я так предусмотрительно ее взяла чеснок это душа любого блюда если рецепт готовит говорит один зубчик чеснока тут клади сразу три не на я конечно на самом деле люблю чеснок лера нас зовут лера не нас конечно вас их пою и здание а комната 104 большинство витрины шкафов ящиков можно открыть попробуй открыть шкаф сейчас я открою шкаф на бумажке лежат на земле витрина набита теми же густыми черным черными волосами что покрывают стены и потолки волос это волос то не паутина даже ужас фу ящиках лежит старая фотография взять ее давайте изображение меня а то есть это это возможно мы даже в форме пионера что-то красное похоже на пыль сформировалась на кровати возможно ржавчина какая-то плесень до до густы пряди волос потолка прочно внедрились в диван это отвратительным на полу стопка бумаг взять их до листы с номерами страницы покрыты сроками номеров я не могу разобрать что не значит номера значит номера номера это номера понимаешь номера это номера тут ничего замудренного нет бро о может свет включить прикольно 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 так ну там видимо больше ничего нет поэтому можно ввалить отсюда так и до сих пор на первом этаже да какой-то архитектор должно быть сильно облажался мне жаль семью который приходил жить в этой комнате на самом деле хай эту не знаю кто бы не хотел жить только комнате где двери распола располагается собственно вся квартира скорее хотя нет мне кажется квартиру соперке располагается как и обычная то есть вот на уровне плинтуса да но дверь то есть чтобы зайти в квартиру надо перед надо запрыгнуть на порог и буду прикольно здесь нас звучит хайпово мне кажется я бы Хотел, чтобы у меня дверь была Хотя, на самом деле, конечно, никто бы, наверное, не хотел лишнее неудобства, знаете Но, мне кажется, забавным Ну, я просто дурачок, конечно, наверное Че прыгаешь? Че происходит у тебя тут? О, боже, что такое? Там что-то есть Ага, это всего лишь изоляция Изоляция? Ага, изоляция это модное слово для набивки дома Моя семья мне так сказала Твоя семья вообще в адеквате, нет? Изоляция, блин, кайф, изоляция Бутылка Старая бутылка, квас лежит в углу комнаты Взять ее, как Все, берем, воруем, воруем Я вор, блин, мошенник Матрас разорван в клочья Да что матрас? За что бедный матрас? Бедный матрас, блин Что он вам сделал? Что он вам матрас сделал? Какая-то баночка стоит, соляночка Ничего? Пофиг Привет, девочка Эта комната тоже часть квартиры твоей семьи? Почему тут так много кроватей? Все здание-то в мой доме Самое счастливое Правда? Так оно заброшено? Тут все совсем разваливается Я удивлена, что у вас вообще ездит вода Оно никуда не валится Оно стоит прямо тут Ну, это я вижу Погоди, что ты делаешь? О чем вы? Я играю в батут Весело Да А, может быть вы хотели поспать на этой кровати? Вы должны быть очень устали Ведь вы приехали из такого далека Если вы хотите здесь отдохнуть Моя семья наверняка не будет против Бро, нет Ни в коем случае По закону жанра По закону жанра Если ты заснешь Тебя, блин, съедят Тебя в кастрюлю засунут Как раз таки Стой Если я включил плиту Мне кажется Я сделал что-то ужасное Хотя Если Кого-то и поместили Наверное В эту кастрюлю То уже В принципе Ничего с ним не поделаешь Мне кажется Человек полностью не поместился бы Ни за что В эту сковородку Кастрюлю точнее Так что Мы просто сделали одолжение Возможно У нас сегодня будет ужин вкусный С нотками Человеческими Нет, спасибо Я спала у себя в машине Это уютно? Нет Все пахнет выхлопами Тогда почему вы там спите? Мне больше негде спать Ну у меня есть Очень уютная кровать И даже с навесом Она вся моя Должно быть хорошо Да? То есть вообще ничего не смущает Ну ладно Я пошел Ванна наполнена водой Кто-то недавно ей пользовался Немного воды капает Из раковины Вода в ванне Прозрачная Комнатная температура Так это все? Так Ну я пойду Дальше девочка Давай Удачьте Найти родителей своих Второй этаж Так Тут что-то уже Начинается Начинается веселье Пожелтевшие стены Тут как не верстающий свет Это замысловатый Плетенный Плетеный ковер Это комната В которой я выросла Или по крайней мере Может быть ей Я говорю Вообще ничего не смущает Главную героиню Как бы она здесь ходит А ну здесь здание Якобы заброшенное А может она на самом деле Приезжала сюда В это здание Специально То есть Может она как раз Таки специально И приехала Чтобы оглядеться Смотреться В старом Хотя тут все довольно Хорошо сохранилось Для такого Такого заброшенного здания А сырое мясо Ммм Деликатес Деликатес В кофе есть молоко Но оно не испорченное На самом деле Оно идеально сохранилось Как будто вырвано Из моей памяти Ага На кровати лежит Неоткрытая пачка сигарет Если есть Курбани Пачка Сигарет Что за сигареты? Старые сигареты Космос Ааа Мои любимые Осуждаю курение Курение противопоказа Ни в коем случае не курите Нельзя 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 Они не украшены Фотографиями трупов Или украшающим текстом Должно быть они древние То есть А Я понял Это имеется ввиду Отсылка на современные сигареты Потому что да На В наше время Если кто не знает На сигаретах обычно Показаны всякие страшные картинки Там Рак горла Там еще что-то Там Импотенция Там Или реально Ну трупов конечно не показывают Прям Но показывают всякие Заражения Которые Бывают После курения Ну короче Жуть 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 Нагоняют Телевидение Издает Медленные Глухие Дыхания В одном из ящиков Лежит Маленькая Фарфоровая Фигурка Взятия Фигурка Из 60-х Она основана Старой сказке О леньке цветочек 60-й Обалдеть Обалдеть Друзья Не настолько старый Хотя тут еще Блин Старичок Старина На столешнице Старая бутылка Колы Взять ее Настоящая кола Байкал А Кола в бутылке Выглядит на 30 лет Кто-то сделал Несколько глоток Глотков из нее На 30 лет То есть мне кажется Она уже почернела Вся Нужно столько кола Что она блин черная Старая Ужас То есть я понимаю Я так понимаю Мне просто нужно Ходить и сварать Предметы всякие О здравствуй Девочка Причем У вас тут Какие-то мухоморы Растут Под этим Простанями Должно быть Что-то органическое Однако у меня нет Никого желания Узнавать Что это Что-то у вас везде Разброс Разброс На ковре Лежит кассета Взять ее Да конечно Бери 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 Маленькая монета Бери 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 Две куклы Бери 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 Глеб Черстый Покрыт Прядьми волос Взять Бери 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 Вышивка Крестиком В рамке Лежит на полу Должно быть Упало С стены Взять Бери 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 Такие матрешки Эти игрушки Часто встречаются В магазинах Для туристов У этих двух отсутствуют лица хлеб это хлеб и большая вселенная ожила на этом куске хлеба кайф вышивка крестиком спящим котенками верно что делать однажды в однушке моей бабушки много лет назад потертая пень у арсен старая американская монетка где-то я собрала монеты соблазни соблазненно их способность соединять меня с веками незнакомцев прикол вот это прикол мультипликационный детский фильм сохранены на видео надеюсь на 10 ну погоди надеюсь ну погоди включить нам сейчас скелет птицы конечно бери-бери-бери-бери-бери-бери не то что нужно воробьиный скелет скелет этого воробья безупречно сохранился на его голова оторвана можно телевизион посмотреть нельзя девочка привет у хлеб дергается он кишит жуками фууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу мой дом идут всем рады и особенно тебе потому что такая хорошая ты даже меня не знаешь мне стоит доверять незнакомцам это самое глупое что коллег когда-либо слышала все иногда незнакомым если не знаешь незнакомцев ты не знаешь никого блин нифига себе мудра девочка фига себе мне кажется когда-то была в этой комнате может это будет детский лихорадочный сон это утешает на алиби дерчи я пошел дальше тихо напугала блин напугала девочку а ты выскакиваешь уф ты в порядке да да я в порядке что преследуешь меня ты можешь спросить своих родителей где я могу найти автозаправку я не преследую вас конечно же нет я просто и сама тут хожу окей я просто не хочу застрять так что мне бы хотелось найти способ заправить машину вы собираетесь уходить конечно а я так не спросила твое имя яника ну приятно познакомиться я лера лера просто лера мне правда можете по так называть ну да ты спрошу свою семью бенди не так ведь да 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 года что странно девицы она в себе так как будто живет совершенно обычном месте хотя наверное это немного успокаивает да меня в этом месте ничто абсолютно не успокаивал почему просто ходим вообще без зазрения совести просто по какому-то заброшенному реально зданию которая почему-то функционирует до сих пор где работают лампочки и все электричество есть телевизор работает и мы собираем ходим предметы нам принципе не нужны мы пришли сюда только только по одной цели чтобы набрать бензина или слить его откуда-нибудь доги блин всякая чепуха пресс ты же уходил другой в этот в подъезд кучу ты вернулась как-то вернулся на диване лежит видеокассета бери-бери-бери-бери-бери кофе или чай непонятно коробка современных сигарет бери-бери-бери-бери-бери-бери хоу-видео лето девяносто восьмого года хоу-видео 2 новые сигареты что за секреты непонятно а вот на них нарисован сверить гадости всякие на передней части отталкивающие изображение гниющего рта ну на самом деле не такие прям жесткие картинки сейчас показывают на сигаретах но суть та же примерно интересно тут поливает святым я-я-я-я в ящике лежит крохотный кусок жженой бумаги взятие бери-бери-бери-бери-бери сожженные поэмы говорят в прошлом поэмы копировали на листы макулатуры и тихо сжигали пока написаны слова не инкриминировали их писателя не был неблагодарный ритуал это кусок совершенно не читаемые привет девочка хочешь хлеба или чаю думаю откажусь в самом деле самом деле да не так голодная нелюбительница чая это грех как можно любить чая прямо сейчас за здоровью всех выпью чай он конечно же остыл но но неважно как можно не любить чай блин это богохульство ты не голодная даже проехал весь этот путь от столицы это очень далеко а слушай слушай это конечно все очень хорошо но я думаю я я пас я пас я взял еду с тобой так что все в порядке не надо обо мне волноваться хорошо у меня еда где мне это с собой от сохранится сохранить мало ли что произойдет две кровати почему-то две кровати стран почему на кровать заль почему-то кровать залезла зачем там две комнаты 2 почему я через кровать переступаем забрать забрать на столе лежат какие-то консервы бери-бери-бери-бери-бери-бери-бери полу вырос лук сидит банки воды бери-бери-бери-бери-бери все все в карман все в хозяйстве пригодится закрутки бренда огурцы помидоры салаты там брен еще всякое там сосиски чудо что никто не пар не вырвал трубы стены за трубы неплохо платит знаешь ли на спасибо за информацион информацион спасибо спасибо все до свидания я пошел дальше интерес как долго это телевизор тут стояла и спускал шум на никого по моему там не шум там к это как а показывается на экране а это проигрыватель кассет не так ли если найдут кильвака видеокассеты то я смогу проиграть их тут до проиграем тут еще политический фильм который мы еще не нашли домашний видео стоит какая-то кассета лежит так это не политический фильм на нет это политический фильм нет давайте давайте посмотрим что за фильм страшный какой-то это весь фильм по-моему женщине не здоровится видимо видимо в политике все довольно тяжко было в 60-х мультфильм винни пух куда идем из петочком большой большой секрет ну все тихо тихо мало еще не забанят за фу 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 осуждаю фу 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 как какая-то как уберите с крана фу фу вот дети что будет если а вот the fuck фу стрёмно пипец жуткая картин на самом деле была вот эта вся жижа превратилась женщину какую-то тоже блин искаженную вся в мурашки аж по коже пошли какая картинная сцена были как прямо из детского фильма пахнет как будто кто-то обжаривал чеснок блин жареный чеснок просто на самом деле настолько при круто круто пахнет прям балдеж я люблю жареный чеснок наверное ну да люблю чеснок жареный я только что определился с тем что я его люблю холодильнике чисто внутри только нетронутая упаковка молока взять бери 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 всегда ненавидела вкус молока место место не делает эту покупку более аппетитный как это что с тобой не так то блин ты ненавидишь молоко не любишь чай блин ужас я люблю и чай и молоко и все и просто это балдеж какие очаровательные кастрюли сковородки нам просто шикарные шикарные маленькая конфета взять и бери 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 конфеты конфета из пролинии вафель шоколадной обертки ностальгирует ностальгическая картина с медведями в лесу как далеко это кажется теперь не прямо что таки далеко бумагу то ли это не будем брать ну ладно ну ладно let's go дальше сохранимся третий этаж еще одна кассета и что это кассетам давайте возьмем сразу пойдем посмотрим тогда это вроде бы мульт так 4 этаж не пока не надо а где я нахожусь чтобы еще заблужусь это какой этаж третий спуститься мне 3 а вот так вот спуститься так видно аура домашнее видео 5 зачем фу страшно мужа бы как какие страшные кассетов ё-моё вот прям жутки знаете они прям очень жуткие what the fuck мы реально у меня в мурашки по коже пошел ужас а четвертый этаж почему четвертый этаж возьми нужно третий этаж стой на крышу какую крышу а где я ну и страшная картина конечно было фун что-то привязано к потолку нет кто-то и сушеный труп медленно перевариваются массы плоти вокруг него я хочу бежать отвести взгляд на я застыл на месте мы глаза привязаны к искаженному виду передо мной надо уйти муж ладно я не буду заходить спасибо вот эту комнату приятно на я хотел я сказать там заплесневело боль тут так много плесни что наверное зародился новый вид плесени фу как все противно здесь конечно на витрине чего кроме паутины я просто всю эту игру мурашки по коже просто противный жутко б икона спрятано в ящик взять и конечно где она не вижу икона позолочена картина святого двадцатого века чье рождение было предсказано сами с сном белой птицы с человеческим лицом пустыми глазницами при жизни молитвы носили дыру форме креста на лбу привет я узнал генути бензин для тебя а спасибо на четвертом этаже есть комната она заперта на я достала тебя ключ специально вот он это милость той стороны конечно сюда должна под быть годобра гостям кто тебе это сказал моя семья мне показать тебе где-то комната думаю с манину да я разберусь я разберусь девочка девочка красавица тут кстати довольно довольно яркой мне кажется не показалось что-то ярко было в подъезде хочу вас тут происходит воззади не выходи бран чик 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 неонного бутылка газировки лежит в углу комнаты взять ее ну-ка что за газировочка мама мутидью 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 лук в процессе где он где неоновая торт а это тархун затклая бутылка газировки с неоново-зеленой жидкостью сколько мнений мать не говорила что это трава я была заворожена его зеленым светом часто покупал его в ларках ну да правда на самом деле это все эти конечно блин как а знаете газированы там краситель и все такое но как бы все равно вкусно чё поделать вкусно там к это как она на этом было нам на занавесках на видимо пофиг будет очень страшно почему-то так было так страшно а там кто-то пакет лежит на на кровати наверно кто-то хулиган положил здесь ра что она не начала гнить кто она это учебник для дошкольников взятие бери-бери-бери-бери-бери-бери-бери-бери-бери букварь Повсеместный и скромный букварь. Выглядит прямо как тот, по которому я училась. Наполненный яркими иллюстрациями незнакомого, более доброго мира. Ценные вещи расставлены на полках витрины. Книги, фарфоры, циклянные фигурки, семейные фото. Сохранимся. Четвертый этаж. Тут страшно? Тут страшно. Дверь прочно застряла. Я не уверен, что мне бы хотелось ее открывать, даже если бы я могла. Но это правда. Кто болтает? Опять Маунти Дю? Это тот же самый Тархун или что-то другое? Подожди. Циклянная банка, квас, конфета, букварь, Байкал. А где? А, два Тархуна у меня. Все, все, понял. Это и есть бензин? Набрать жидкость? Подожди, нет. Стой. Стой. Пока я не набираю жидкость. Мне надо набрать бензин, прежде чем я уйду. А что в других комнатах было? Что в других комнатах было? Давай наберем. Жидкость вытекает из трубы, наполняя банку отвратительной грязью. Фу. Тут тоже какая-то ж... Э! Вы кто? Это та же самая... Почему она... Сзади просто она незнакома мне показалась, со спины. Черная. Ты все еще со мной следуешь? Тебе разве нечем больше заняться? Эй, эй, Лера, ты же проделал весь путь сюда, от столицы, так? Да. Ты боялась быть в единичестве? Нет, я не рассчитывал, что продержусь так далеко, если честно. Почему? Ну, я думал, что умру в сугробе или что-нибудь такое. Зачем тогда ты решила путешествовать? Ну, я думал, что было бы хорошо... Хорошо тихо исчезнуть. Никто не исчезает, Лера. Мы навсегда существуем в памяти других. Я сказал, что это не то? Квана ушла. Бумаги лежат на полу. Взять ее. Бери, 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 бери. Банка с жидкостью. Красная. Эта банка наполнена бензином, в кавычках. Так, чем мы подобрали какие-то... Что-то... Чертежи. Когда я была моложе, я мечтала об утопе, как запитываем их солнцем. Последним проектом, на котором я работала, был торговый центр. Нифига себе. Фу. 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 Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Принадлежит ли кому-нибудь эта идеальная эфемерная картина? Мне. Мне принадлежит. Это мое... Фу. Нет. Чего не у нас лицо? Лицо, конечно, жуть. Фу. Ну, шевелится. Фу. Кака. Фу. Фу. Привет, девочка. Нифига у тебя тут, блин. Мишка. Пройди паспорт. Пройди паспорт. В детстве мне хотелось построить такую ракету. Я думала, что может лунатики будут ко мне добрее, чем те на земле. Я лунатик. Так, понятно. Ты опять меня преследуешь. Я просил тебя этого не делать. Неправда, я не преследую тебя. Это ты преследуешь меня? Ты следуешь за мной с тех пор, как я сюда пришла. Это жутко, черт возьми. Это место и без того зловещее. Я хотел убедиться, что ты не заблудишься. Но кто приходит сюда и теряется, знаешь ли. Я не хотел, чтобы ты застряла в каком-нибудь странном месте. Я не знала. Старые люди никогда ничего не знают. Как это? Зачем они тогда старые, если они ничего не знают? По-моему, старый человек значит мудрый человек. На крышу. Ну, видимо, настало время. Обратно нельзя уйти уже, да? Нельзя. Привет, девочки, только не прыгай. Эти звезды. Это те же звезды, на которые ты смотрела и ты, так ведь? Так что даже от того, как ты сюда пришла, мы смотрели на одно и то же небо. Мне нельзя уходить, потому что снаружи опасно, но звезды те же самые. Я связан со всеми через это бесконечное небо. Мне бы хотелось сдружить со всеми, кто смотрит на эти звезды. Никогда не видел так много звезд ночью. В городе световое загрязнение их блокирует. Я этого не знала. Тем не менее, мы видим одну луну. Все смотрят, как луна меняется со мной. Со мной? Всему миру, в смысле с тобой. Когда я вырос, я полечу на луну, и тогда все увидят меня, и я увижу всех на земле. В твоем возрасте мне тоже хотелось быть космонавтом. Я хотел посмотреть на восход из космоса. Говорят, оно захватывает дыхание. Почему ты передумала? Путешествия в космос больше не прибыльные. Оу. Ну, меня это не волнует. Я буду продавать лунные камни, люди будут платить кучу денег за них. Это умная идея. Ты же купишь немного у меня, правда? Я отложу один для тебя, большой и красивый. Ну, конечно. Так, это все? Что-то у вас тут выскочило из сугроба, или не показалось. Там как-то шляпа у вас лежит. Прыгать не надо, надеюсь. Все, девочка-то не застыла. Э! Что за... Котов. Это не та лестница, по которой я поднялась. Нет, она ощущается как-то не так. Это не бетонный или каменный, как будто органическая, как кожа. Хочу блеванать. Фу. Эти плакаты музыкальных групп, вроде тех, что можно найти в комнате любого подростка, но я не могу прочитать ни одного, ни одно слово. Я узнаю буквы, но слова чужие. Лица тоже не ясны. Три глаза, нет рта, нос вверх ногами. Это странное подобие человечности. Что это за место? Фу. Это стремно. Внезапно стало. Жутко. И что мне теперь делать? Хороший опрос, бро, я не знаю. Обратно? А подвал какой-то? Фу, что это лежит такое? Кто это лежит? Э! Я хотел поговорить с мужиком. Ну ладно. Надеюсь, я не застрял здесь. Э! Стены сами с тобой перестанавливаются. Интересно, раздавят ли они меня? Может быть, лучше остаться в одном месте, чтобы сразу покончить со всем этим? Нет! The fuck? Ё-моё. Что такое? Они должны быть обычными лицами, все части на месте, но несмотря на это, что-то меня в них отталкивает. Это ужас, блядь, я не знаю. Стрёмно, пипец. Вот реально. Я не знаю, вот такие игры, знаете, вот эти все изображения. Давно не было такого, что у меня просто игра мурашки вызывала. Прям, я не знаю, мне прям жутко. Не от того, что страшно, а просто жутко, прям максимально. Знаете, неприятно очень. Все это место прям было. Давно такого не было, блин. Я уже была в этой комнате, она изменилась. Да что ж такое-то? Вы кто? А, эвако-выход? What the fuck? Откройте. Опять, опять эта комната, фу. Я не смотрю, я не смотрю, я не смотрю. Так, школа. Смайли какой-то. Ай! Блин. Что ж такое-то, а? Кто-то ломится. Боро, может, не надо ломиться? Фу, подвал. Ну и место, конечно, стремнющее. Стремнющее место. Ай! Тихо. В окно. Нет? А, вон, дверь открылась. О, кайф. Рот. Зачем в рот? Тушь какая-то висит. Зачем в рот сразу? Бог любит тебя. Точно? Можно скатиться по горке? Нет? Нельзя? Можно просто упасть. Отчуждение это главный недуг человеческого состояния. Почему ты боишься? Твои чувства дифференцировали. Эй, не успел прочитать. Тут сложный текст. Не успел прочитать. Опять тушка. А, это... Так, это лабиринт, да? Почему я боюсь? Да не боюсь я, не знаю, куда идти. Может, в эту комнату? Так, это же... Как это тут? Может, залезть, нельзя? Может быть, в эту дверь? Печенье, пиво! Ну-ка, пивка для рывка, давай. Захерачим. Мясо. Деликатес. Чисто баварские сосисочки. Ммм, немецкие. Привет, девчоночка. Девчоночка. Что ты нафиг со мной сделала? После того, как я с тобой поговорил, комнаты стали меняться, как будто они пытались меня поймать. Ты все еще здесь, Лера? Я услышал, как бетон начал двигаться. Когда ты ушла, я думала... Бетон! Плоть, кровь и бетон! Почему ты такая спокойная? Я рад, что ты в порядке. Мне хотелось с тобой поговорить еще. Насла этот бензин, о котором ты говорила ранее. Да. Хочешь, тебя выведу к твоей... К машине? Я не знаю, что такое, но я не хочу. Ты боишься меня? Почему? Я могу оставить тебя тут, но я думаю, стены снова начнут двигаться. Будет безопаснее, если ты пойдешь со мной. Я обещаю, не на мизинчиках даже. Ладно. Так что-то зачем я выбирал тогда, если выбора нет. Я думаю, третийся выведет нас наружу, к твоей машине. Это не та, по которой я сюда попал. Одна дверь ведет двум лестницам. Сложно сказать. Они иногда меняются. Ты знаешь, когда они собираются измениться? Немного. Я должна быть осторожным и держаться подальше. Что случится, если ты не подальше? Если ты не подальше, когда они меняются? Эм, давай выйдем наружу, до того, когда начнется дождь. Эй, сегодня должен пойти дождь. Да? Дождь зимой, это пипец. Кака. Мы почти вышли. Оно начало иметь смысла, когда ты пришла со мной. Почему так? До этого комнаты как будто складывались друг с другом. Это секрет. Ты его часть, не так ли? Ты сделана из того же, что и пульсирующее мясо. Я не знаю почему, но я думал, что ты просто нормальный ребенок, когда увидел тебя впервые. А ты нормальный человек? Сложно сказать на самом деле. Что значит, что нормальный человек? Для всех норма это разные понятия. Для кого-то один человек нормальный, может быть, для другого этот человек как раз таки тоже может быть наоборот ненормальным. Я не думал, что ты нормальный человек, потому что большинство людей не хотят со мной дружить. Много кто злится на меня, они кричат и орут, и пытаются меня ударить. Ай. Я очень-очень буду скучать, Лера. Ты будешь писать мне кучу писем? Может быть. Жду не дождусь. Адли это? Я думал, что мой мозг создал амальгацию моего детства, телевидения и квартиры бабушки. Кто же это ты? Когда я ступлюсь наружу, ты исчезнешь, не так ли? Не глупи, я остаюсь здесь. Подожди меня. Реально вышли? Вот мы здесь, это то, где ты и зашла, не так? Да, не могу поверить. Это значит, теперь ты уходишь по-настоящему? Я буду очень по тебе скучать, ты же не забудешь обо мне? Обещаюсь. Стой, погоди, пожалуйста, не плачь. Тебе не надо плакать, я обещаю. Только если ты пообещаешь, то будешь меня помнить. Обещай. Я обещаю, все точно будет в порядке так. Пока-пока, прощанье-ка. Блин, пока, девочка. Я у тебя на пути? Нет. А если да? Нет. Все? До свидания? Обратно пути нет? Прощайте. Грустно? Расставание-то всегда грустно. Но машина сейчас не будет. Сейчас машины не будет. А. Ржавый кусок металла передо мной едва походит на автомобиль, на котором я сюда приехал. Это не может быть та же машина, конечно. У меня не было всего полдня максимум. Дерево уже успело вырасти из-за ломков и умереть, оставив свои ломкие ветки торчать из окон. Конечно. Уехать из мира, сделанного из плоти, и вернуться к моим обыденным будням. Это было бы смешно. Мы обратно пойдем в домик к нашей подружке новой. Лера, ты все еще не ушла? Ты уже вернулась? Не думаю, что я могу теперь уйти. Не глупи, глупи. Значит, ты останешься? Хоть на чуть-чуть. Я выберу, пожалуй, четвертое, да. Ура! Хоть встретись в мою семью. Они были бы рады увидеть тебя. Я, правда, супер-суперуверенна. Если ты боишься потеряться, я могу тебя туда отвезти, ведь я знаю все о своем доме. Ну, пойдем к ним родителям. Надеюсь, они хотя бы близко напоминают людей. Я был бы очень рад этому. С меня хватит уже сегодня жути. С меня хватит жутиков ловить. Там кто-то стоит. Там кто-то в этом окне, смотрите, там, блин. Блин, дрожа какая-то стрёмная. Фух. Ё-моё, ё-блин. Я не знаю, вот эта игра прям до жути берет, прям пробирает. Ощущаю себя мышкой, с которой играет невидимый кот или что-то подобное. Однако есть что-то успокаивающее в отсутствии контроля над собственной жизнью. Быть полностью над произволом судьбы, свободной от вины. Так, где я? У меня не сюда. Снаружи холодно, но тут тепло и уютно, правда? Я удивлен, что топление все еще работает. Конечно, тут живое, а живые существа теплые. Наверное, ты голодная, так, я взяла перекусить. Оно гнилое. Не-а. Протянув руку, она дает мне пряник, покрытый сахарной пудрой. Не надо, не ешь. Не ешь, не ешь, ты не хлеб, не ешь. Я беру его у нее и отламываю кусочек. Он теплый, мягкий, нет, крови, лишних сукожилий нет, на вкус как пряник. Она не сводит меня с глаз, я избегаю ее взгляд. Ты съел его? Ты мне не доверяешь? Мне уже все равно умрули. Это неправда. Я смотрю на нее вопросительно, молча. Каждую ночь я залезаю на крышу смотреть на закат. Иногда он розовый, иногда золотой. Иногда багровый, когда смог, делает его таким. Я хочу знать, какого цвета он будет завтра. Может он будет зеленым, может голубым. Что я хочу сказать, Лера, это... Ты не хочешь умереть, только хочешь избежать от страданий. Ты хочешь вернуться в чрево бесконечное счастье без помех. Это фантазия. Жить значит страдать или принять вероятность будущего страдания. Это становится правдой, когда ты отталкиваешь себя от других. Эй, Лера, ты теперь правда боишься меня, не так ли? Я очень... Я только хочу, чтобы ты была счастлива. Слезы скопились вокруг ее ресницы, и лицо красное еще до этого. Ты хороший человек, так что я хочу, чтобы ты была счастливой. Прости, что я страшная. Она начинает вытирать слезы своим рукавом, избегая взгляда со мной. Что мне сказать? Почему я хочу утешить это существо, которое хочет моей смерти? Я не боюсь тебя, Ника. Ты врешь. С этим она встает и смотрит другой конец туслого коридора. Ее лицо все еще запятанно слезами. А тут у нас что? Высохшие краски. Взять, бери, 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 бери. Когда я вырасту, я тоже буду на плакатах и выросках из журналов? Как ты собираешься добиться? Ну, я буду очень красивый и умный. Буду очень сильно работать, буду добрый ко всем. Ты думаешь, что достаточно? Почему ты портишь мне мечты? Потому что... Потому что у тебя нет своих. Это слишком далеко. Ты все еще можешь выбрать, во что верить. Ты сказала, что у тебя нет будущего, но разве нельзя все равно о чем-нибудь мечтать? У меня нет будущего, потому что я умираю в лабиринте собственной галлюцинации мелкой. Прости, не уходи, пожалуйста, мне очень жаль. Разбитые бутылки икла. Подростки из города тут часто ошиваются? Ага, но я давно их не видел. На подростки ошиваются, конечно. Что ты мне расскажешь? Расскажешь, кого ты обманываешь? Ник... А! Тихо. Спасибо, не надо. Тварь была. В конце улицы, где жили мои родители, было заброшенное здание. И каждый день я проводила в тех пустых комнатах. Эти комнаты такие же, знаешь ли. В смысле, знаешь ли ты? Ты знаешь, почему вы регургитируете мои воспоминания? Чего? Что это за слово такое? Регургитируй. Я не знаю такого, но я знаю много другого. Я тоже это слово не знаю об этом. Лера, тебе нравится это место? Они сделали его для тебя. Ты об этом говоришь? Сделали для меня, значит. Как мило. Маленький кокон моих счастливых времен. Зачем было портить его всем этим мясом? Реально, блин. За что? А было ли что-нибудь в первой комнате? Я так и не посмотрел. Уф, эта комната очень противная. Пахнет, как соленые огурцы. Нет, пахнет, как гниющее мясо. Сколько времени ты не дашь до того, как я закончил таким же трупом? Я не заведую твоей смертью, глупышка. Глупышка, блин. Тут ничего не было. Let's go, let's go. Последняя комната. Лифт. Все, это шоколадка? А, да, я нашла его в одной из комнат. Выглядит очень вкусно. Да, что я? На, держи. Да, большое спасибо, Лера. Это самое лучшее. Самое лучшее. Не думаю, что меня так кто-либо называл. Эй, Лера, ты боишься смерти? Да, да мурашек боюсь. Я думаю, наверное, поэтому я начала ехать. Я думал, что так смогу тихо исчезнуть, что меня погребет под снегом и все, чисто, бескровно. Я не могла принять конечную смерть. А ты ее боишься? Моя семья сказала мне, что я не умру, потому что они меня любят. Я как-то узнавал о муравьях. Колония муравьев – это одно целое существо. Когда муравьи умирают, остальные съедают его оболочку, но существо продолжает жить бесконечно. Глаз этого муравья растворяется, и из него получается глаз новорожденного муравья. Целое существо бессмертное из-за этих сильных связей этой мощной любви. Так бессмертное достижение мы только через каннибализм? Что за забавная история? Это просто метафора, что-то тебе нравится. Ты не думаешь, что хорошо бы жить бесконечно, без страха или желания? Нет, вряд ли. Как тот муравей. Рассимилироваться в большое существо снова и снова. До конца времен. Это мирно. Кто-то вырвал все кнопки лифта. Ничего, он поймет, куда нам надо. Точно? Мы приехали... Куда? Мы на том же самом этаже, что и были в первый раз. Ничего не поменял. Лера, ты когда-либо делал единцы? Те, которые выглядят как петушки. Я на самом деле в жизни ел петушки эти, я застал их когда-то. Давным-давным-давно, блин, ну... Они очень сладкие, они прям очень сладкие. Тут петушок на палочке, блин. Кто не ел его, того не было. Детство. А, конечно, было, но... Было, но другое. Совсем другое, не такое, как у меня было. Петушок это просто имба. В последнее время нет. Моя мать делала их для меня и братьев, когда мы были детьми. А что? Просто я увидел их в книге, и мне было очень хотелось их попробовать. Но я без понятия, как их делать. Ты знаешь, как? Это просто сахар, вода и форма, кажется. Так что да. Так это мне покажешь потом, как их делать? Я могу попробовать. Ты обещаешь? Да. Финни-Пух, Фредди Фазберр. Фредди Фазберр. Фредди Фазберр. Оу, оу, оу. А что-то так темно? Ты знала? Разлагающийся органический материал. Это отличное удобрение для цветов. Ммм, это неудивительно. Но мне интересно, где ты выучила фразу вроде «разлагающийся органический материал»? Неверно. Немного утешительно знать, что наши трупы могут содержать с этой поколениями. Все связано. Твое тело гниет в букет, а Минирина – мухоловка прекрасного оттенка зеленого только из-за насекомых. Некоторые ее кормят. Эта связь с ней неправильна. Так ведь? Цветок неплохой за то, что ест тело. Не отдавая свою плоть, мир бы стал безжизненным. Это твое оправдание, ясно. Наверное, растение, что ест мух, не более правдоподобно, чем здание, что ест людей, верно? Вот именно. Ее слова совершенно ненормальные, но почему-то они меня утешают. Па-па-па-пау, па-пау, пау-пау. Как здесь много комнат, блин, пипец. Мне кажется, такого в Советском Союзе не было. В 60-е годы, блин, какой-то проектор тут стоит. Такого не может быть. Этого просто не может быть. Этого просто не может быть. Ложь, 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 обман, обман. Татлину повезло, что он мог печатать. В смысле, ты можешь вообще представить это? 400 метров стали и стекла возвышаются над Петербургом, проецируют сообщения на облаках. Тем не менее, в 1920-м все это казалось разумным. Когда я начинал университет, я думала, что смогу быть как он. Выдумывать утопические мега-структуры для новой эры. Ты все еще жива, Лера? У тебя все еще есть время, чтобы стать частью чего-то большего. Это правда. Это правда. Пока мы живы, мы можем многое что сделать, на самом деле. Так что, ни в коем случае не думайте о том, как поскорее закончить свою жизнь и... Забыть все. Избавиться от всего этого. Так что, ребята, цените свою жизнь. Цените свою жизнь. Это урок на сегодняшний день. Потому что вы... У вас еще вся жизнь впереди, скорее всего. Вы можете много чего успеть, много чего сделать, переделать и придумать. И создать. Все, все будет хорошо, в конце концов, у всех. Пошли. Так тут еще было или показалось? Как будто тут еще было, блин, жутко. Показалось мне, наверное. Куда мы? Подожди, куда мы поехали? Я пропустил что-то? Я пропустил... Стой. Как я, блин, просто вернулся обратно и пропустил целый этаж? Или так и надо было? Стой. А нафиг я сюда еще приехал? Это мое тайное убежище. Никому не говори о нем. Хорошо, обещаешь? Мне испугался, что я что-то пропустил. В итоге, блин... Мне надо обратно на лифт. Понятно. Understandable. Пиано. Смотри, смотри, это мой бассейн. Разнеизумительным. Кайф. Случайно пропустил текст. Это жаль, что вот вся вода испарилась. Чем ты здесь занимаешься? Мне нравится только раз голосами, когда я что-то говорю, они не отвечают. Но это просто эхо, разве нет? Ты же сейчас его слышишь. Может, ты эхо, но я не могу притворяться с эхом. Раз ты так не ощущаешь себя одинокой. Иногда кто-то приходит сюда через год-другой. Иногда кто-то приходит раз в декаду. Так что я привыкла быть в одиночестве. Грустно. Попробовала уйти. Да что ж такое? Я пропускаю, я делаю их случайно. Ты же вроде говорила, что твоя семья составляет тебе компанию, потому что ваша связь такая сильная. Но это не то. У них нет рук и ног. Следуй за мной, хорошо? Я хочу показать тебе кое-что особое. Да? Что ты мне хочешь показать? Пионино! Играть будешь на нем? Как-то еще под воду залезло, стоп, что? What the fuck? Хотя, что я вопрос задаю? Что я задаю вопрос до сих пор? Час игры прошел уже, я задаю вопросы какие-то после всего увиденного. Ни разу не ожидал увидеть пианино. Кто научил тебя играть на нем? Мои семья меня научила, видишь? Они играют со мной, я чувствую, как клавиши двигаются, они под моим пальцами асинкронно с ними. Когда мне одиноко, я хочу плакать, мне надоело слушать свой голос, я играю на нем. Я чувствую, как их любовь окутывает меня, это прекрасно. Люди приходят и уходят, и уходят, и уходят, и уходят, и уходят, и уходят, и уходят. Но моя семья всегда будет здесь. Раз тебе не страшно быть одной? Раз ты не боишься холодной смерти и снега снаружи? Эй, Лера, разве этот звук не прекрасен? Называть это звуком точнее, чем музыкой. Ноты играются с математической точностью, диссонирующие и пустые. Но она права, это прекрасно. У меня слезы наворачиваются. Пульсирующий орган трепещется в ритме с ее маленькими пальцами. Беглые клавиши, сгибающиеся за секунды до того, как она их касается. Что-то ужасное не может создавать такую красоту. Я хочу быть в симфонии со всем этим. Я хочу быть так же гармоничной, любимой, так же единой, как эта. Мой мозг ненавидит мое тело, мой душ нигде не найти. Я человек в 15 несогласных частях, все из них враждует. Так, хорошо. Это, конечно, все красиво, красотулечка, красотища. Да, пойдем дальше, мне есть еще что тебе показать. Пойдем. Let's go. Пьяно. Пьяно. Тут у нас что? Какая-то шляпа там, туда нельзя заходить. Тут тоже какая-то шляпа, нельзя заходить. Тут стоит как будто бы девочка какая-то, но туда нельзя заходить. Ты взволнована? Перед встречей с твоей семьей? Ага. Быть частью чего-то большего, никогда не голодать или бояться, я тоже за тебя волнуюсь. Судорожно сохраняюсь каждые, блин, 5 секунд. Фу. Это то, чего ты ожидала? Не знаю, но оно прекрасно. Я рада за тебя, я знал, что ты поймешь, как чудесна может быть жизнь. Один миллиард одиноких людей, все разделены их слабой плотью. Мне бы хотелось, чтобы все могли быть счастливыми. Мне бы хотелось, чтобы эпидермис исчез. Снаружи снег навалило на метр, и все поглощены ненавистью. Это холодно и без любви. Это то, почему ты здесь, разве нет, чтобы сбежать? Да, на меня все еще потепеняет смерть. Ты не умрешь, ты вернешься к безбарьерному существованию до рождения. Будет больно? Нет, тебе все еще страшно? Уже нет, уже нет. Я рада, я очень рада. Видишь ту лестницу, она тебя проведет. Я пошел. Я почапал. Чипи-чипи, я почапал. Лестница растворяется в дымчатой темноте внизу. Металлические кольца крошатся в мраморное мясо. Это прекрасно. Да, невероятно красиво. Только так могу это описать. Серьезно? Ну, это, конечно, интересный взгляд на все происходящее. Лестница прочная. Она выросла здесь для меня, я знаю. Небо так прекрасно. Я рад, что дожила до такого красивого заката. Закат внутренности с персиковым оттенком жировых тканей и розовым сердечным струн. Волокна нет. Руки протягиваются и убаюкивают меня. Никто не думала, что есть что-то настолько удивительное в этом прогнившем мире. Пока я опускаюсь, последний проблеск кирпича исчезает в мягкое и любящее бесконечное мясо. Спасибо. Спасибо, что показали мне этот прекрасный мир. Я так счастлив. Так, мы вернулись. Вернулись обратно в прошлое. Назад в прошлое. Тебе так повезло, Лера. У тебя идеальная жизнь, идеальная семья, идеальный дом. Ты будешь с нами играть, Лера? Ты должна. Ты вчера говорил, что будешь, так что не уходи. Блин, теперь они все хотят со мной дружить. А, это ее мама. Это ее мама лежала там. Понятно. Она вернулась обратно. Теперь у нее в этом, так скажем, мире... Там кишки вон там. А, ну в принципе, чего удивляться. Везде кишки теперь. Вот ты где, милая. Я повсюду тебя искал. Ты веселишься с друзьями? Конечно. Я рад это слышать. Я пришла за тобой, потому что ужин готов. Вся семья ждет тебя. Что у нас на ужин? Это сюрприз, но я знаю, что тебе понравится. Пошли. Да? Хаппи-энд. Так, а где мы находимся? Подожди. Как ты мне нашла? Я думал, я спряталась очень хорошо. Почему-то вообще пряталась. Я думал, ты будешь на меня злиться. За что? Все же хорошо. Счастливая концовка. Кайф. Эта игра была возможна благодаря многим добрым людям, которые помогли мне с бетонсильным. Ага. А, это просто такая, так скажем, после комната, после прохождения. Блин, не, ну, конечно, игра жуткая. Прям жуткая. Жуткая, жуткая, жуткая игра. Прям пипец. На самом деле. Вернуться в главное меню. Ну, подожди, подожди пока что. Надо все переварить, так скажем. Переварить все. В голове, что произошло. Это, конечно, пипец. Даже не знаю, что сказать, на самом деле. Прям настолько... Настолько здесь все неправильно, я не знаю. Ну, может быть, в каком-то смысле это правильно. Но, опять же. Опять же. Она буквально убежала от своей настоящей жизни, чтобы прийти сюда, блин, и... С своими галлюцинациями смириться, и просто... Вернуться, так скажем, начать все заново. Только уже в вымышленном мире, избежать от реальности. Которой все, видимо, плохо было. Да уж. Да уж. Не, ну, игра жуткая, жуткая, пипец. Особенно концовка эта максимальная, мне кажется. Неправильная. Неправильная. Ну, здесь еще есть одна концовка, между прочим, как и обычно, как мы привыкли уже к другим концовкам. Так, если не ошибаюсь, надо в этой комнате как раз-таки убрать... Да, мне очень страшно. Оу, тебе не должно быть страшно. Что же может быть страшнее одиночества? Я хочу снова увидеть своего семейного кота. Ты боишься счастья? Ты боишься, что лучшее будущее всегда было возможно, и ты потратил на все это время убегая от него? Ну, ты можешь ждать в этой комнате столько-столько тебе надо. Пока я не убру с голода. Да, но жажда убьет тебя первее. У тебя есть три или четыре дня. Тогда это не приглашение, это угрозы. Я не хотела угрожать. Я подождусь, тебе надо подумать. Где ты подождешь? Я не хочу умирать, узнав, что ты такое. Я твой друг, я думаю. Ты добрее ко мне, чем кто-либо, кто приходил сюда. Так что я хотела поделить свою радость с тобой. Ты выглядела так несчастно. И я... Я думал, ты нашла это прекрасно. Увидеть твою... Увидеть свою детскую спальню, квартиру твоей бабушки, твой первый класс, фрагмент тех забытых счастливых дней. Не знаю, понимаешь ли, но я ничего не могу поделать. Что? Не важно, буду ли я кричать или плакать. Стены никогда тебя не выпустят. Я ничем тут не контролирую. Я просил покинуть это место миллион раз. Я просил встречать людей и заводить друзей снаружи, но я могу только приводить людей внутрь, сюда. Ты говоришь правду? Я не вру. А, но ты не можешь. Даже если ты найдешь выход из этой комнаты, здание тебя никогда не отпустит. Даже если ты найдешь выход из здания, город сожрет тебя в телеком. Это будет больно, медленно, бессмысленно. Зачем тебе это выбирать? Тут есть путь вперед, к счастью. Я не готова прощаться с миром. Это не прощание, это приветствие, это прекрасное, бесконечное. Перестань. Я не верю тебе. Я никогда не поверю. Я не могу сдаться и исчезнуть. Я лучше умру, раздавленный стенами из бетона и сухожилий. Ты хочешь опять оставить меня здесь одну? Я просто хочу жить. Вот это более правильно. Это я понимаю, конечно. Нельзя обижать реальность. Нужно вернуться любой ценой. Нужно в любом случае вернуться. Это не об этом. Я просто хочу жить. Увидеть завтра, неважно, как это больно или одиноко. Я не готова попрощаться с внешним миром. Застрявшись в пробках с простудой и с ожиданием в очереднях с надоедливыми людьми. Вот это правильно. Это по-нашему. Это больно, знаешь? Это по-нашему. Смотри. Двери, через которые мы вошли несколько минут назад, больше нет. Двери. Промежуток в стене заполнен сплошной массой пультирующей плоти. Единственный выход из этой комнаты вниз, к твоему счастью. Но ты его отвергаешь. Ты хочешь умереть от голода одна в одиноком, нелюбящем мире? Я хочу продолжать бороться. Я не могу сдаться и позволить себе исчезнуть. Я показал тебе красивые и чудесные вещи. Я думал, что могу тебя порадовать. Это счастье, промелькнувшее в кривых отражениях моего прошлого, напомнило мне, что я хочу вернуться домой. Я хочу видеть кота и снова поиграть в снегу. И ты уверена в этом? Ты лучше умрешь, пытаясь сбежать, чем позволишь себе быть счастливой? Да! Да! Мне нельзя этого делать. Мои семья разозлиться. Она отступает назад в стену мяса, погружает руки в сухожилия, приоткрывая узкий проход своим телом. Я не могу держать это долго, тебе придется поторопиться. Почему ты это делаешь? Ты права, Лера. Твоя жизнь, твоя драгоценная хрупкая жизнь, твоя только твоя. Ты не найдешь отсюда выход, но это лучше, чем принимать судьбу, которую ты презираешь, не так ли? И я опять буду одна, я буду скучать по тебе. Никто никогда не был так добр ко мне. Я не из того мира, что и ты, но мне все равно больно, когда люди бьют меня. За что? За что тебя бьют? Добрая девочка. На момент я почувствовала, что у меня есть подруга, что я стала нормальной девочкой, которая может ходить в школу, у которой есть котенок. Было хорошо, спасибо. Теперь иди, поторопись, оно скоро закроется. Не забывай меня, хорошо? Все? Все? Что ж, ну это, конечно, было обрывисто, знаете, обрывисто. То есть, ну, можно предположить, что она все-таки реально вернулась в нормальный мир. И действительно, это... В реальном мире гораздо больше счастья, чем в выдуманном. Выдуманном, о-мо-мо-мо-мо, господин. Выдуманном, мы поняли, короче. Но, опять же, если ты не осознаешь свою счастье, точнее, если не осознаешь то, что находишься в каком-то выдуманном мире, допустим, если в теории такое возможно, да, если ты попадаешь в какое-то место, где все, на самом деле, где все якобы хорошо, то, возможно, в этом мире как раз-таки будет лучше. Но, опять же, никто не знает, потому что такого мира не существует. Нельзя обижать от реальности, которая лишь одна для всех. Нет никакого вымышленного мира, там, созданного кем-то. Только если там всякие симуляции и так далее. Но, опять же, это тоже, это совсем другое. Чем истинный счастливый мир, в котором только счастье, ничего другого. Это все... Это все невозможно в нашем мире, так скажем. Это все невозможно, к сожалению. Или к счастью возможно. К счастью... К счастью, как раз-таки, то, что невозможно сделать идеально счастливый мир. Ну, как посмотреть, конечно. Как посмотреть. Что ж, ну, это, конечно, был интересный опыт. Жутковатый прям, не знаю, очень жуткий опыт. Была очень жуткая игра. На удивление. Но, да, опять же, чуть-чуть-чутка обрывистая в конце. Но, я думаю, и так можно додумать, что произошло. В принципе, дольше пояснять, что происходит там, думаю, не надо всем. В первой концовке мы попадаем в этот самый счастливый мир. Во второй концовке мы возвращаемся в реальный мир. Тяжелый. Тяжелый, грустный, печальный временами. Отчаянный даже. Но, по крайней мере, реальный. Я лучше остановлюсь в реальном мире. Буду заниматься тем, чем мне нравится. Продолжать свое дело. И бороться с трудностями и другими проблемами, которые появляются на нашем пути с вами. Что ж. Что ж. Думаю, на этом все. Спасибо большое всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, ставьте лайки, всем понравилось это видео. Опять же, напоминаю о том, что в описании есть полезные ссылки, интересные на мои социальные сети, а также на донат, который вы можете отправить, за что я буду вам очень благодарен. И, в принципе, все. До скорых встреч, до следующего видео, до следующего стрима. Я также стриблюсь, кто не знает. Вот. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok